Мы в прямом эфире. Я Сергей Королев, главный редактор газеты Байкальская Сибирь. В прямом эфире мы не на YouTube, как договаривались, а будем вещать в Одноклассниковом. Что-то YouTube у нас не пошел и наш главный эксперт по теме учета тепла, да, это главная такая в общем-то тема у нас будет. Это Сергей Савельевич Вахонин, директор Иркутской областной общественной организации потребителей тепловой и электрической энергии и услуг ЖКХ. Это уже вторая наша передача, да, она связана в любом случае первая и вторая с иском, который вы как общественная организация подали к энергетикам, да, чтобы, так, сейчас я даже зачитаю. Вы обращаетесь в суду, чтобы обязать данную организацию, да, провести перерасчет платы собственников жилья в многоквартирных домах Иркутска, Ангарска, Уссули-Сибирска и города Черемхова, не оснащенных приборами учета. Ну, перерасчет за тепло, как я в общем-то сказал. Расскажите, что вот с иском, я смотрю, что как бы еще судебное не назначено, да, и как бы на сайте суда написано, что заявление не подписано или не подано лицом не имеющих полномочий. Вот давайте с этого начнем и потом по порядку будут вопросы. Здравствуйте. Ну, действительно, кировским судом фактически было отказано в рассмотрении двух уже исков общественно нашей, общественной организации. Возможно, речь идет о судебной ошибке, возможно, несовершенствовательной системе. Так, определение суда об отказе в принятии, не решение по существу, а в принятии документов, процедурный момент это, это определенное время. То есть ты отдал, ты подождал определенный срок, там распределили по судьям, судьи смотрят, судьи, идет время. И в результате ты получаешь, что документы тебе возвращаются, говорят, ты исправь вот это, вот это, вот это. Ну, это не говорит, что мы, так сказать, что-то неправильное технички оформляем. Ну, вот я уже говорил, что все может быть такое. Учитывая вот это все, наша общественная организация сейчас направленно ведет работу на то, чтобы были подготовлены вот эти индивидуальные иски, которые были объединены уже под нашим, так сказать, вот этим делом. Так просто ваша позиция как из самых более серьезных. Да, 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 да. Тем более еще, учитывая еще важный фактор, о которых мы, например, не знали, когда подавали исковое заявление вот по поводу вот этих четырех муниципалитетов, я сразу об этом говорю, о том, что в это же время, именно в это время, областная прокуратура выиграла иск. Я, конечно, знал о том, что областная прокуратура еще в начале года подала иск по этому же вопросу, фактически, по отсутствию нормативов на потребление коммунальной услуги по отоплению, она подала этот иск в суд, в областной суд, который удовлетворен был как раз в середине июля этого года. Сейчас, правда, этот иск находится, было подано апелляционное заявление от правительства, точнее сказать, от Министерства жилищной политики, в котором они возражают против этого определения суда. Ну, я, наверное, могу сказать, что где-то на 100%, не меньше, если не больше, иск будет отклонен, то есть вот эта апелляция будет отклонена, и все это останется в первозданном виде. То есть Иркутск получит, наконец, получит норматив. То есть, я правильно понимаю, и для тех, кто нас подключился и будут смотреть, в общем-то, потом уже в записи, иск прокуратура подала, что понудить... Изменить, да, то есть документ этот признать недействительным, тот документ, который был принят когда-то, там, в 2020 году... И новый тариф, новый норматив, 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 да. И появится норматив, а вот какой он появится, ну, он появится, он может появиться там, не знаю, их же два. То есть, в 2020 году были очередные нормативы установлены, и там, и там, устанавливая нормативы, их не вводили в действие. Единственное, что в 2020 году были введены в действие нормативы для многоквартирных домов, введенных после 1999 года. А вот то, что до 1999 года большая часть, так сказать, жилья была построена, они не имели норматив. Сейчас эти нормативы будут. И теперь наша задача общественной организации, конечно, с помощью граждан, да, собственников жилья, сформировать исковое требование к тому, чтобы вот эта вся оплата, которая была произведена ресурсоснабжающей организацией, в нашем случае, это БЭКом. Тогда, может быть, у кого-то было еще не только БЭК, может быть, там были и ПАЛЭ Куск Энерго. Вот это все было, так сказать, пересчитано. Это по городу Иркутску в связи с отсутствием нормативов как таковых, а по городам Ангарску, Соли-Сибирске и Черемхово, по которым мы подавали, и от которых очень хотелось бы увидеть обращение граждан тех домов, где не было нормативов, потому что там несколько другой вопрос, но тоже связан с нормативами. Он тоже связан с нормативами. Вот такая история вот этого подачи заявления, подачи искового заявления, и чем оно должно закончиться, чем оно должно завершиться. Вот смотрите, гражданин, собственник, там, зритель, пользователь, который посмотрит эту передачу, захочет, в общем-то, принять в этом участие, напрямую, да, он может обращаться, как мы в прошлом раз говорили, в общем-то, к вам, и вы разъясните, конечно, по технике вопрос все будет сделано. Есть, наверное, какой-то у общественной организации шаблон, да, который... Да, никаких проблем это не создаст для собственника. Я уже, по-моему, в прошлой передаче говорил о том, что уже несколько таких случаев было. Вот несколько случаев было, когда гражданин выигрывает вот такие суды, и потом этим решением пользуется, к сожалению, только этот гражданин, обращаясь и доводя до сведения своих, так сказать, ну, назовем их так, сожителей, да, он обращается к ним и говорит... Соседей, сожителей. Да, 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 собственника. Со-собственника. Он говорит, что вот все выиграно, вы обраститесь, вам пересчитают все. Но, к сожалению, такая ситуация, что... Либо так, одним словом, люди не обращаются. Хотя обман идет в достаточно большую сторону. А вот давайте еще раз повторим, вот сколько квартира там с какой-то вот площадью... Вот я уже приводил пример, в городе Иркутске я приводил пример, от 700 до 800 рублей в месяц эта квартира, которая, ну, площадью, ну, до 50 квадратных метров. Вот так. Это, которые не оборудованы. Которые не оборудованы были приборами учета. Хочу заметить, что... Ну, выгода достаточно. Уже обращались люди, не те, которые не имеют приборов учета и не пользовались непонятно какими нормативами, пользовали их ресурсонабжающие организации. А и те, которые имеют приборы учета, которые тоже сомневаются в правильности населения по этим приборам учета. И там тоже. Вот за все время своей деятельности я не видел ни в одной проверке, чтобы все было хорошо. В пользу, так сказать, населения. Не то, что в пользу населения, в пользу закона. То есть, что даже расчет проводимости... Но страдает при этом население. Энергетики, наверное, в меньшей степени. А энергетики, ну, вот они даже не понимают, как они это делают, но они почему-то вот так нечаянно вдруг вот так населяют вот такую плату. Независимо. Есть счетчики, нет счетчиков. Вот в продолжении темы, да, я как бы в двух словах скажу о том, что мы работаем в прямом эфире, можно задавать вопросы, да, мы постараемся ответить. Если вдруг не успеем ответить, я обязательно передам, да, и в какой-то другой форме, да, мы на эти вопросы ответим. Я просто хотел спросить, наверняка вы, ваша общественная организация, обращалась, ну, ко всем структурам власти, да, ну, к надзорным органам. Ну, как они вот смотрят на вот эту вот проблему? Ну, вот сложно, да. Вот сложно это все объяснить, потому что, ну, вот на мой вопрос, ответственный работник прокуратуры, я говорю, ну, почему вы вот могли, ну, как сказать, ну, только вот в этом году, в начале года вы обратились в сыском. Хотя я, ну, несколько раз это все, я же при проверке все время направляю во все органы, ну, по закону все. Право я говорю, ну, вот... Имеется в виду общественная проверка, которую проводит, в общем-то, общественная организация, согласно закону. Да, да. Ну, вот, говорит, ну, бывает так, вот, бывает так вот, потому что, ну, всегда надо вот, надо перепроверить на что-то, ну, я говорю, ну, пять лет, ну, как бы, ну, пять лет, вы понимаете, что это такое, пять лет? Вот перепроверить пять лет надо, да? Ну, это же, ну, вот, если бы, например, было наоборот, ну, какие пять лет-то? Смотрите, от обратного тогда, почему они сейчас вот вышли? Что такое случилось? Вот они подождали и выждали. Ну, видимо, все-таки, да, все-таки, видимо, ну, вот, обращения-то, они тоже бесследно, они какой-то накапливаются определенный объем. Определенный, да, критический момент. Переходят количество, качество. Да, и уже дальше, уже тянуть дальше некуда, и надо что-то сделать. Вот они сделали это, и, может быть, не знаю, неожиданно, неожиданно получилось у них. Я ведь хочу сказать, что когда решение суда состоялось, то есть, иск был удовлетворен, в чем я, в принципе, не сомневался даже нисколько, когда иск был удовлетворен, и вдруг мне сказали, ну, это было мне сказано еще на совещании правительства, мне сказали, ну, все, все, вот сейчас день-два, вот день-два, это было в конце июля, просто сказали, день-два, и сейчас все появится. Я говорю, ну, пока не увижу бумагу, вот бумагу, что документ изменен, я не успокойся на этом. На самом деле все было не так как раз. То есть, да, день-два, я об этом не знал, я уже говорил о том, что судебный процесс закончился, завершился, то есть судебное решение есть. Не говорили, ну, те, которые присутствовали, они знали, что судебное решение есть, что уже все. И тем не менее, зная это, и все-таки была подана апелляция. Ну вот, ну вот зачем это нужно было? Я ведь об этом отписал губернатору, я сказал, ну, отзовите, Игорь Иванович, ну, отзовите, ну, отзовите, заставьте отозвать эту апелляцию. Ну, конечно, вот вопрос на аппарате, а для чего? Вопрос только один. Это вот сейчас, сентябрь, уже отопление включат. И также будут продолжать считать. Хотя это, по большому-то счету, я уже обращаюсь опять, в который раз обращаюсь к людям. Срок исковой давности никто не отменял? Три года, поэтому вы, пожалуйста, граждане, земляки, и не только земляки, обращайтесь, срок исковой давности никто не отменял. Поэтому все сейчас зависит от нас с вами. Подали, обозначились, встретились, рассказал все, заполнили то, что необходимо, не заплатили ни копейки, и двинули дальше. И перерасчет обязательно будет, я вас уверяю, потому что мы сейчас подкреплены решениями серьезными документами. Дальше просто некуда. Так, ну, по прокуратуре понятно. В общем-то, они свою роль, в общем-то, сделали. Ну, хотя бы с какой-то задержкой, наверное, они думают, все равно, что человек, ответственное лицо, должностное, думает о том, что в конечном итоге и к ним может прийти за бездействие, ответственность, да, и вред. А вот, ну, власти вот этих городов, я не знаю, или не встречали? В отношении власти, ведь, ну, я не знаю, это же серьезно, Иркутск, Ангарск, Усуля, там, ну, ну, вот у меня прайс, прайс энергосбута. Вот две колонки, я уже, помню, в прошлый раз говорил об этом, ну, по Иркутску отдельный вообще разговор, но нету норматива. Ну, что здесь написано? В одной колонке норматив потребления коммунальной услуги по отоплению гигакалорий в месяц на квадратный метр. Вот стоит 0,027. Стоит цифра. Дальше стоит норматив следующего потребления коммунальной услуги по отоплению с учетом коэффициента периодичности гигакалорий в месяц. И по тому же Иркутску стоит 0,036 уже. Ну, вот это документ, это по нему считают, кстати. Это, ну, зная о том, что нету нормативов, продолжать считать. А вот те города, Ангарск, Иркутск, ой, Ангарск, Уссоль, Сибирск, Черемхово, ведь я всем мэрам муниципальных образований отписал, ну, написал, обратился к ним и говорю. Это когда, Сергей Савельевич, вы написали, просто чтобы срок понимать. Ну, это в прошлом году, да. Что у вас вот при проверке обнаружилось, что вам начисляют вы ваши города, ваши муниципальные образования, они пришли к расчету 9 месяцев, то есть за 9 месяцев. Нет у вас круглого года, у вас 9 месяцев стоит. А если 9 месяцев, то никакого коэффициента периодичности. Просто нету его, просто нету. Но в то же самое время вам начисляют, вот если в Ангарске 0,025833 стоит норматив потребления, да. Старый там, 30 лет назад его там установили. А норматив потребления коммунального с учетом коэффициента периодичности уже стоит 0,344. То есть, понимаете как, вот так же, ну вы, я обращаюсь, ну обратите внимание сюда. Я понимаю, что программа городская среда, там еще какие-то программы федерального значения. Ну это, ну важно, конечно, видно на глазах. Но вот здесь-то это же, это же качество жизни человека, это же ваши, ваши горожане. Ну я же не просто, ну ладно, кто-то вам не доложил что-то, но вы же почитали, или вы не читаете совсем ничего. Обратите на это внимание. Ну это же, вы где-то идете на выборы, что-то скажете, ну сделайте, решите за своих людей что-то. И потом, ну норматив, который установлен был органами муниципальной власти 30 или 40 лет назад. Ну а почему? Инициатива переделать эти нормативы, то есть выступить-то может и любая компания. То есть фактически это право дано не только энергетикам и власти. Высти из предложения, вот мой, ну Иркутск возьмем, вот напрашивается вопрос, да Иркутск, который не имел вообще норматив. Ну нет, и это признает, мэрия признает, что у нас нет нормативов. И признает, что начисление идет незаконно. Вот признает это все. Ну что не изменить ситуацию-то? Ничего труда-то особенного нет. Документ там нормативно-правовым актом 306-е постановление правительства установлено. Тем более Иркутск имеет свою собственную муниципальную управляющую компанию. Ну выйди, скажи, дай команду, рассчитай и отправь. И там же везде сроки. И вам установят норматив. Уже давно бы установили? Ну нет, ну необъяснимо некоторые вещи. Вот просто необъяснимо. Можно, конечно, еще раз говорю, можно там смотреть за дорогами, безусловно, там еще. Такие показательные вещи. А это-то такая как бы теневая сторона. Но она не теневая для людей, которая совсем не теневая. Вот она огорчает сильно каждый месяц. И я вот это ощущаю, когда приходят и говорят, ну чего там много. Никто не может сказать, сколько много. Норматив. А вообще, вывод-то один по большому-то счету. Надо прекратить это все, все эти нормативы по-настоящему. У нас есть счетчики. Кстати сказать, они же, количество их падает. Учет это просто выводится, просто выводится из обихода как такового. Ну считайте, ну поставьте счетчик, считайте по ним. В чем, кстати сказать, ну ставьте, ставьте. Кстати сказать, еще раз хочу сказать, что последняя эта инстанция, кто устанавливает счетчики, это энергетики. А вот при всем при этом, вот при этом при всем. Им надо это или нет? Всегда же возникает вопрос, а в чьих интересах это все происходит? Нужно же понять, кому это надо. Энергетикам точно надо. Я не хочу не обвинить, потому что это бизнес, а там правило-то одно, оно же никем не было стерто. Оно же ведь просто таковое и есть. Излечение прибыли, нет у них других правил. Они по этим правилам живут. И они действительно, это сильная команда очень, профессиональные люди, которые хотят заработать при любых условиях. И они зарабатывают. Ну смотрите, в чем разница? У нас электричество же считает, да? Ну вот электричество, если так взять, у каждого индивидуальный там счетчик, да? И все эти показатели, они понятны, прозрачны. Ну вот я могу ли согласиться с этим? Потому что, вот мы все время говорим, ну говорим про ОДН, да? Общедомовые нужды. Мало кто, ну у нас просто незаметно электричество стоит, ну копейки так по большому. В отличие от других иных регионов, это всем другая величина здесь. Почему, собственно, идет и вся эта вот, я извиняюсь со слову, такая свадьба вся эта идет вокруг тарифов вот этих вот. И нормативов. Так вот, если бы была другая цена, ну вот не заметить то, что на общедомовые нужды отписывается непонятная величина. Ну я могу сказать, и не занимался электроэнергией. Ну я выловил, чтобы было бы то же самое. Тоже бы то же самое было. Потому что, ну ты контролируешь счетчик свой, да? Ты видишь, что там, ты столько киловатт потребил, и ты тем более, что ты регулируешь этот процесс. Ты выключил свет, и все, и пошел, и все. Можешь поймать, что вот. Ну с той стороны, со стороны освещения подъездов, там подвалов, и что-то, чего-то, 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 можно говорить-то. Много чего, да? И там-то другая совсем цифра. Но мы по горячей воде это видим, например. Мы же это все видим, и понимаем, что откуда это взялось-то. Ну слишком много. Я уже в прошлый раз говорил о сумасшедших цифрах на ОДН найти. И от этого надо отходить. А отходить можно только одним способом. Мы тоже об этом говорили. Да, мы тоже говорили об этом. Но это прописано все. Это прописано без всяких там, ну как сказать, условий, что ли. Автоматизированная информационно-измерительная система потребления коммунальных услуг и ресурсов. Все, точка. И дальше ничего нет. Если она смонтирована, и она рабочая, это одномоментная, все снятие показаний. Вот недавно я был в одной, ко мне обратились, был в одной крупной управляющей компании. Вот я задаю вопрос. А как вы считаете, вот там, где есть счетчики, да, индивидуальные счетчики тепла, например. Ну, ответом, ну, по 354. Нет, вы все-таки расскажите, как. Вот вы, ну, 354, там много чего написано. Ну, как вы можете это все сделать? Это же надо одномоментно все. Вот в один момент все. Вот сегодняшнее число вот такое. Есть у тебя показания вообще домового прибора учета. И есть у тебя показания всех индивидуальных приборов учета. Есть. А там формула, надо данные вставить. Чего ты будешь ждать, когда кто-то принесет, кто-то не принесет. Но это же время, все. Не получается у тебя никак, никогда. И не получится никогда. И ты не делаешь это, видимо. Да, не делаешь. Значит, ты не делаешь это. А не делай, значит, что ты туда ставишь-то? Чего ты туда ставишь? Ну, вот. Вот, да. Вот именно. Но если даже вот поставил, вот ты перерасчет такой должен сделать. Вот так с этими, как же, с этими самыми распределениями. Поэтому учет, это прежде всего. А он... Ну, учет, я правильно понимаю, если так по-простому, будет собирать все эти показатели, да? И вот в один момент... Цифра. Цифра соберет вообще все одномоментно. И, ну, не исчезнет вот это все. Не нужно это грузить людям, на людей. Да, уже не станет? Проблемы. Ну, нет, конечно. Ну, это, во-первых, человек может посмотреть. Ну, так же, может убедиться. Он же убедиться может. Вот если он, допустим, у него отопление не работает. Я много таких случаев видел. Да, я на себе это видел. Отопление не работает. Ну, кто же мне предъявит что-то другое, иное? Да, могут сказать, что там у тебя подъезд, там черт знает сколько потребляет. Но это же тоже все так в руках людей. А когда вот люди не знают, какие показания общедомового прибора учет, они просто не знают их. Это редко-редко кто. Смотрите, вот просто, чтобы было понятно, вы сказали это все, предложили, да? Как бы, или обсудили с большой, вы говорите, управляющей компанией, не будем ее называть. И что они, вот как они воспринят? Ну, во-первых, вот уже само по себе, когда я начинаю говорить, что это же все, это все возможно, то есть все технологии не восприняты. Ну, человек начинает говорить о каких-то шлагбаумах, то есть понятие умный дом и вот это все, это как смешано в одну кучу. Там такая мешанина, да, на самом деле. А вот там чайник выключен, а вот это, а вот утечки. Нет, мы говорим отдельно, которое в составе этому идет. То есть отдельно автоматизировано, информационно, измерительно. Ну, кто что-то не доверяет мне, может посмотреть, это все в жилищном кодексе прописано, и не надо. Мне не случайно, когда я много работал с Минэко Российской Федерацией, по внедрению, когда национальный проект же, национальный проект, это серьезно все, это под контролем тоже Генеральной прокуратуры, они мне сказали, ну, что вы там, ну, что вы там мучаетесь, то у вас же прописано все в законе. Какие законы надо менять, ну, это была такая, она и сейчас не исчезла, эта возможность. Когда мне говорят там, например, строители там во власти, которые, да, министерствам, говорят, ну, это надо вот это поменять, ну, поменяйте. Вас же допускают к этому. Возьмите, сделайте изменения. Ну, сделайте это обязанносткой для новостроя. Да, конечно, это же все в ваших силах, если только вы хотите. А если вы не хотите, вы будете прятаться за это. Ну, это не надо никому, да? Ну, как никому? Ну, я уже говорю, национальный проект вообще-то. Вы собираетесь его вводить на территорию Иркутской области? Ну, вы собираетесь его? Нет, ну, не собираетесь, так скажите, открыто, открыто, скажите, национального проекта цифровизации жилья в Иркутской области не будет. И роспись поставьте, да? Кто там? Ну, вот не будет просто. Ну, не будет, я не хочу. Вот, кстати, сказать по нормативам, опять возвращаясь. Ведь что, почему долго вот так сопротивление идет такое? А потому что в свое время, в 2016 году, когда уже были нормативы исполнены, вернее, установлены, но не введены, появилось постановление правительства 1398, по-моему, да, которые позволили, так, правительство Российской Федерации дало право региональным властям поэтапно вводить эти нормативы. Вот до этого не было. Но в 2016 году это появился документ поэтапно, то есть дал право правительство самому посмотреть, а как надо вводить поэтапно. То есть давайте мы введем вот это сначала, потом вот это, потом вот это. То есть на, как сказать, на усмотрение власти, а власть в нашем случае, я понимаю, министерство, а министерство, мы понимаем, тоже не все министерство. Отдельные люди министерства, они порешали вопрос так. Не, ну, давайте мы не будем пока в домах, допустим, до 99-го года вводить. А почему не будем? А потому что это энергетиков обидит, потому что нормативы-то старые, да, такие. И вдруг мы введем, а там ситуация поменяется. Действительно, это документально все. И вот представитель правительства мне пишет, мы задерживаем это введение, потому что мы обидим энергетиков. Ну, побольше так, простым языком. То есть правительство сделало выбор такой между людьми, между населением и между собственнообжающей организацией. Причем, инициатива-то исходила из муниципальных, ну, назовем их так, муниципальные, они не муниципальные, наверное, все-таки котельные, малые энергетики, где небольшие котельные в разных поселениях, там, даже в территории куска района, они были вот на таких, ну, хотя все должны быть счетчики должны были поставить. А там просто началось выдавливание и обращение граждан, вот этих организаций, ООО, которые сказали, ну, если вы ведете нормативы, вот сейчас, то нам, ну, все. Описано просто было. Мы потеряем доход. Мы потеряем доход. И это мне официально отвечали правительство. Мы, эти организации, потеряют доход. А то, что расход увеличивается у людей, а то, что за этими муниципальными, вот этими котельными, ну, просто кочегарки, да, я это назову. Извиняйся перед ними, извиняйся, потому что это тяжелая работа, труд людей тоже там есть. Но за этими стояла большая энергетика. И она тут же оказалась к месту, да. Ведь нормативы, которые там, как бы, они здесь сыграли свою роль. Вот примерно так. То есть правительство в то время сделало выбор такой. Ну, и сейчас можно сказать, а вот что будет, если будет вот так? А вот мы сейчас ведем, вот увидите, что будет, да, что будет на самом деле. Да, понятно. Давайте теперь вернемся к иску, да. Вот, как бы, сейчас вы, как общественная организация, собираете индивидуальные иски, да, которые укрепят вот общий иск. Ну, чем их будет больше, да. Вот какой вы себе срок там ставите или какое-то количество, в общем-то, вот, исков, чтобы для понимания... Ну, вот, знаете, вот я вам могу сказать так. Вот это решение Иркутского областного суда в отношении иск областной прокуратуры, там по тексту вставляется все время судебная практика, так называемая. Ну, наши суды, это серьезно вообще все. Вот судебная практика какая? А я в прошлый раз рассказывал, что один гражданин подал, вышел с иском о том, что в городе Иркутске... Ему посчитали неправильно. Вот это вот судебная практика. Да, ему посчитали, ну, как могли считать по нормативу, если норматива нет, да. И длительный процесс шел. Это надо понимать, что все не... Это в долгую, да. И вот длительный процесс пришел к тому, что решение это принято по нему одному. То есть, вот один в его шестиэтажном доме, представьте, да, в его шестиэтажном доме, в него введены, то есть, пересчитать ему надо. А все остальные остались, как бы, не при делах. То есть, вот, понимаете, вот один человек, он решил в свою пользу вопрос. Появилась, как бы, судебная практика. Для того, чтобы это было... Ну, почувствовало ли... Вот он мне в своем, так сказать, разговоре с ним, он мне говорил. Я, по правде говоря, я не скандальный человек. А, кстати, тоже нет. Я, когда обратился, говорю, ну, пришел, говорю, господа, ну, вы что-то тут наделали-то не так совсем. Я-то думал, они так, ну, как сказать, умные люди скажут, да нет, вопрос сейчас перечитаем. И все. И я сказал, слава богу, я пошел. Увидел, пересчитали, ну, и забыл. Что мне, не ж, пересчитали, но они себя повелят совсем по-другому. То есть, они сказали, да кто-то такой вообще, чтобы нам указывать, кто мы. Кто ты, да, вот так примерно все. Я однажды присутствовал в разговоре, я два срока был в общественной палате, когда приезжали, ну, люди, женщины приезжали, я не знаю, я говорю, приводил, к примеру, издалека приезжали, там, с какой-то Усольского района и плакали, и говорили, ну, у нас это обсчитали, тут, ну, и один из руководителей общественной палаты сказал так, энергосбыту, говорит, слушай, ну, ты что, ну, вот они ехали оттуда, ну, сейчас телефон набери, позвони, скажи, пересчитай, ну, чтобы они не в пустую сидят. У тебя же, ты даже не почувствуешь даже в дуновение. Набрал и все. Вот и все. Ну, я не знаю, пересчитали лет, но женщины больше не приезжали. То есть вопросы, которые, они вот такие, они же простые вопросы. А когда речь идет, когда уже, когда их будет сто, тогда кто-то заметит и скажет, е-мое, да, что ж такое тут, надо же ситуацию-то как-то исправлять, надо ее действительно исправлять. Ну, как исправлять, надо ввести было нормативы-то, а не введем сейчас за три года-то, сколько их будет. Кстати, а сколько их будет? Вы мне задаете вопрос, а сколько их будет? Я пока не знаю. Вот сколько будет, столько мы обсчитаем. Сколько будет, столько обсчитаем. Вот сколько будет в Сусолье-Сибирске, столько и будет. В Иркутске сколько будет, столько и будет. Количество счетчиков, ну, мне на 21-й год, по итогам 21-го года известно, стало 48 процентов, от 100 на минуточку. А конкретно, допустим, ну, запросите вы все-таки, запросите, да, И появится у вас, допустим, поадресно, и вы увидите, что поадресно, вот знаете, там столько адресов конкретных, тогда мы будем конкретно уже туда искать, ну давайте все-таки, давайте мы, мы же не призываем там ни на баррикады никуда, мы просто говорим, давайте мы пересчитаем, давайте сделаем перерасчет. И все, и мы, ну какое-то чувство людей-то надо приводить, вообще тех, которые так начисляют. Тех, которые начисляют, это просто людей. Ну да, да, которые начисляют. Я вот на одном из судов присутствовал в качестве просто слушателя. Судя интересный вопрос, простые очень, зовет вопрос энергетикам, кто деньги получает за, они говорят, ну мы. А кто начисляет-то? Ну мы. А чего вы не делаете перерасчет-то? Ап, и тишина, да? Ну ведь, понимаете, это же все просто на самом деле. Вот не считают они, если с учетом индивидуальных приборов учета, ну не считают же они, на самом деле не считают. Я вам говорю, что пришел в эту управляющую компанию, она не знает как, и поэтому они не считают. Я вижу, что они не считают. Потому что для того, чтобы посчитать, у них невозможности такой нет. Я где-то их понимаю даже. Ну вот зачем это все? Так вот, возвращаясь, опять я говорю, учет, вот это все подвинет вообще, кого-то должно подвинуть к учету. Мы должны это сделать. Мы должны сделать. И сколько вот будет таких, столько и будет. Вот получим ответ. Я, например, служил уполномоченным по правам человека официально делал запрос в надзор, который, безусловно, знает, а сколько в городе Иркутске домов, которые не имеют приборов учета. Не получили ответа. Ответа не получили. Вот писать, на каком уровне все идет? Ответа нет. Так, почему не обратиться в прокуратуру? Да, да. Ну не знаю, почему не обратились, но не знаю. Вы попробуйте, вы попробуйте, увидите. Почему? Да, речь идет о газете «Байкальская Сибирь». Мы действительно тут с выборами задержали вот этот запрос. Официально все. Сделаем в течение недели, получим. Служба безусловно. Не получим, обратимся в прокуратуру. Служба безусловно знает это. И надо просто проявить, так сказать, настойчивость и сказать, что, а если вы не знаете, ну тогда извините, а кто вы тогда, да? Если вы этого не знаете, кто вы тогда? Так, ну, в общем-то, во всем переговорили, что хотели, есть вопросы там, нет, не поступило вопросов, да, с чего начали с учета, да, и этим же закончили. Ну, я думаю, что, мне кажется, да, мы, я про учет... Вы можете сделать еще несколько обращений. Про учет еще очень мало сказала, потому что потенциально, ну вот смотрите, я говорю, что, нет, ну энергетики установить. Вопрос еще касается, я думаю, что мы должны, мы должны отдельно на эту тему поговорить про капитальный ремонт. Вот она очень близка к этому, очень близка, поскольку, казалось бы, ну вот, вот тебе деньги, вот тебе, вот тебе требования 261-го при капитальном ремонте нельзя, потому что запрещено после капитального ремонта, чтобы дом оставался таким, каким был. То есть без учета, без требований энергетической эффективности. То есть он дом, ну проще сказать, после капитального ремонта люди в этом доме должны платить меньше за коммунальные услуги. Сто процентов, ну, об этом идет речь. Требования энергетической эффективности как раз говорят об этом. Вот, прописано, прописано, ну вот прописано это все, это федеральный закон. А у меня такое впечатление, что вот федеральные законы в этой части, подчеркну, в этой части, на мой взгляд, в этой части, они здесь на этой территории не работают. То есть ЖКХ живет по своим каким-то установленным законам, по своим каким-то нормативам установленным. Вот они так живут. Ну, я ни разу не слышал, что действительно после капитального ремонта на оборудовании, что-то не сделали. Ну, вот вы обратили внимание, недавно был ролик там, ну нет, вы, наверное, не видели. Ну, прямую линию, наверное, видели с Игорем Ивановичем, да? Где, где там, да, где там Игорь Иванович обратился там к руководителю фонда капитального ремонта с просьбой сделать отмазку в каком-то доме. Там рассказывали, да? Да, и ну, ну что это такое? Ну, это что такое? И где-то недели за две до этого этот же дом показывает, как радуются жильцы этому ремонту. И в этом же доме вот так. Ну, ну как еще можно понять вот это все? Только так, что они не работают. Не работают так, как требует законодательство. И не случайно в представлении прокуратуры, которое было в 20, по-моему, первом году, вынесено правительству Иркутской области, прокуратура области представление вынесла по плану проверки от Генеральной прокуратуры, написано, что надо привести региональное законодательство в части капитального ремонта в соответствии к федеральному. Знаете, что это такое? Это значит, здесь по капитальному ремонту живут по своим установленным правилам. Или не установленным вообще. Ну да, вот так, к сожалению. Ну, кто у нас от капитального ремонта-то? Я же помню, там наблюдательные советы, может, вы тоже помните, да? Там и законодательное собрание, там фамилии не будут, перечисляйте, кто-то есть, кто-то нет уже. Но ведь они все эти там, то есть это там, кто-то же должен смотреть. Нет, они смотрят, давайте повысим тарифы. Ну, конечно, они маленькие, давайте повысим. Только от этого что изменится-то? Ничего не изменится. Потому что контроля за этим фондом нет абсолютно. Как они составляют планы, что они делают, кто с них спрашивает, за что? Никто. Когда, может быть, депутаты нового созыва, может быть, они все-таки там... Конечно, да. Да, может быть, они все-таки, ну как, я извиняюсь, конечно, сподобятся, да? И начнут, возьмут контроль, под контроль вот эти все дела. Ну, как минимум, нужно им, наверное, напомнить об этом. Может быть. Да, может быть, от общественной организации, от СМИ написать там, что вы не забудьте, что нужно начать. Ну, да, это бог. Ну, тема-то действительно выигрышная. Да, и так. Выигрышная, да? Потому что, ну, где еще-то, ну, где вы? Ну, понятно, особенно в это время, там война идет, реальная война, да. Куется победа, куется где? В ТЛУ, да? Ну, вот здесь, если мы вот так не будем пропускать это все. Так, не появилось, да, вопросов? Ну, заканчиваем, в общем-то, прямой эфир. Отдельно тогда поговорим по капитальному ремонту. Отдельно, я думаю, по капитальному ремонту. И ремонту, да? Да. Так, ну, и от всех вас, кто нас смотрел и кто будет смотреть, ждем, во всяком случае, обращение, номер телефона оставим в описании, в общественную организацию, чтобы собрать вот эти вот иски и, наконец, начать серьезно заниматься проблемами, о которых мы сегодня говорили. Ну, ждем других, в общем-то, вопросов. Обязательно Сергею Савельевичу Вахонину передадим. Ну, на этом все. Если у вас есть коротко что-то сказать. Я бы хотел еще, вот, пользуясь, так сказать, случаем, обратиться все-таки. Вот обратиться, ну, гражданам мы уже обратились, да? Гражданам обратились. Гражданам обратились. Обратиться, ну, к депутатам всех наших уровней. И те, которые выиграли, и те, которые не выиграли. Я не говорю проиграли, а просто не выиграли, да? Обратиться, что, ну, вот она, вот она, горячая совсем тема. Ну, включайтесь в процессы, включайтесь. Вы же много чего не знаете на самом деле. Обратиться, значит, к ТОСам, к различным. Ну, понятно, что благоустройство – хорошее дело. Там дни города, там все это, это важно очень. Но вы же сила на самом деле. Есть там замечательные люди вообще, хорошие организаторы. Обратите на это внимание все. Я обращаюсь, вот конкретный вопрос, просто конкретный, вот совсем свежий. Май месяц там, начало мая где-то показывают по телевидению, как эволюция. Эволюция сдается, вот этот, с трудом сдается жилой квартал эволюции. Думали уже все, уйдет в категорию обманутых дольщиков. Но не ушел. Благодаря женщинам, которые мне рассказывали это все, которые просто к Игоре Ивановичу прилипли, сказали, мы жены там, ну, действительно, жены тех людей, которые находятся там на передовой, я так назову. Но благодаря, говорит, только вот этому мы пробили ситуацию, чтобы эти дома были, ну, достроены. Достроены. И вот я приехал туда, посмотрел. Ну, стоят, стоит учет. Ну, сделан, технологически неверно. Не будет ничего считаться там. Надзоре, говорю, строительное. Вы приняли на соответствие? Приняли. Ну, вы что, видели, что брак? Ну, да. А зачем приняли? Ну, вопрос. Ну, по нему не будет считаться. Ну, почему приняли? Бесполезно. Я еще раз говорю. Бесполезно. Не буду говорить. Бесполезная структура. Вот. Ну, обращайтесь. Обращайтесь. Это же серьезно все. У вас же все как бы есть. На самом деле ничего нет. Считаться ничего не будет. Вот. Обращаюсь к тем же мэрам муниципальных образований, к которым я уже писал. Ну, вы же, ну, вы посмотрите. Ну, посмотрите вокруг. Ну, что в самом деле? Вот сейчас Черемхова. Идет застройка домов под аварийное расселение. Ну, обратите внимание на эту застройку. Как она будет построена? Имеет ли будет... Будут ли там люди, которые туда заселятся? Там с плохого жилья, с аварийного жилья. Будут ли они потреблять? То есть платить меньше? Ну, но ведь они приедут. Ну, не только в хорошие стены и крыши там. Дай бы бог, чтобы хорошая была, потому что контролировать будет. Но чтобы они и платили меньше. Чтобы у них этот весь учет был на самом деле. Обратите на это внимание. Важный вопрос. Мэры, повторяю. Я еще не коснулся там мэров, там этих самых братских. Потому что братску Стелимск. Ну, у них 12 месяцев в году платят. 12 месяцев. Выбрали такой способ. 12 месяцев. А это значит, вот там должен быть коэффициент периодичности. А его там нет. Его там нет. То есть вы обращайте внимание. Но такие жизненные, очень важные вопросы для людей, которые... Ну, страшное слово, конечно, сейчас скажу. Которые испытывают нужду. Вот его давно в обиходе у нас не было. Но оно появляется. Оно уверенно появляется. Потому что мы не догоним никогда. Ни один губернатор не догонит рост, так сказать, цен. А уж коммуналку там это вообще... Извините, засада полная. Так надо включаться в процессы. Ничего там страшного нет. Но надо объединенно туда заходить. Потому что, еще раз говорю, там серьезная структура. У которых совсем другие задачи, нежели, так сказать, у власти. Они отличаются сильно. Вот строителей. Ну, сколько вы можете говорить одно и то же в отношении отсутствия тепла на подключение. Ну, хватит уже говорить. И он навалом этого тепла здесь. Ну, чего вы пытаетесь уговаривать БЭК этот? Ну, не надо уговаривать. Выйти судебное решение должно быть. И все, да. Вот они... Вот, хочу заметить. В 21-го года были утверждены нормативы на отопление после 99-го года. В 1999. Они совсем маленькие. Но ведь застройщики пошли с нормативом, которого нет. Вот, которого нет. Они пришли, им энергетики так сказали. Ну, вот, извините. Ведь они, если это на самом деле было так, если там каких-то других нету возможностей, они же на самом деле заплатили другую цену совсем. Ну, вот вам судебное нарисовалось. Действуйте, действуйте. И не ждите, что кто-то вам пойдет навстречу. Так что впереди работа большая. Подключайтесь. Обязательно звоните в общественную организацию. Подключайтесь в процесс. На этом мы заканчиваем. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok